Всем, кто включил это видео, здравствуйте! Вы на канале Миссис Микс. Сегодня будет видео под названием Фудбук. Мне лично очень понравились видео такого формата. И суть видео заключается в том, что я готовлю какие-то блюда для семьи. Ужин, завтрак, снимаю это и очень сжата технологию их приготовления. Очень благодарна людям, которые снимают подобные видео. Потому что у кого-то можно одну идею взять, у кого-то другую, у кого-то третье блюдо. И таким образом мозги уже не кипят от того, что приготовить на ужин, чтобы семья ела. Вам приятного просмотра! Ужин. Половинки картофеля фаршированные всем, что есть в холодильнике и что не жалко. Все очень просто. Варим картофель в мундирах, чистим, режем пополам, вытаскиваем серединку. Дальше внутренность картофеля и можно оговоренную картошку, можно овощи, можно зелень, можно перец, кабачки. Все. В моем случае это колбаса и грибы плюс картошка. Все. Всыпаем в одну емкость и хорошо перемешиваем. Можно добавить сметанки или майонеза, чтобы было сочнее. А теперь берем наши половинки и начиняем. В конце подсыпаю сыром сверху и в духовку минут на 20. Вкусно и главное дети едят. Девоньки запеканка творожная. Все дело в том, что дети вообще не едят творог в натуральном его виде, сыром. Но запеканку ленивые вареники, сырники очень даже любят. Так что вот она запеканочка со сгущеночкой. Сочная и вкусная. Каждая запеканку делает по-своему. Я делаю так. Творог, не важно какой, жирный или обезжиренный, сухой, влажный. Насыпаю чуть-чуть манки. Манка заберет на себя влагу, которая мне не нужна. Стоит минут 10. Потом добавляю яйца, ложку муки, ванильный сахар и перемешиваю хорошо. Главное сахар ввести почти в самом конце, когда поставлю в духовку. И два правила. Это в холодную духовку на медленную температуру, чтобы она пропекалась. И все. Смотрите, вот такой консистенции масса получается. И здесь на пачку творога 450 грамм 3 яйца ушло. Почти стакан, нет, где-то полстакана сахара. Ну и где-то ложка манки, ложка муки. В принципе, все. Соду, уксус не ложу. Она и так пропечется, немножко поднимется. Вот жидковатая как бы. Опять ужин. На ужин что-то типа макароны по-флотски. Только вместо фарша отварная курица. Курицу отварили, бульон буду использовать куда-то. Общипали, нарезали, обжарили с лучком, смешали с макаронами. И плюс свекла и малосольные огурчики. Огурцы такие, вообще делаются очень легко. Нарезали огурцы, слаживаем в пакет. Туда же добавляем укроп, чесночка, соли, уксуса. Перемешали, оставляем в холодильнике. Можно кушать через час, можно кушать через два. Чем позже, тем лучше. В общем, легко и просто. Ужин. На ужин ребрышки запечены на жареные, под ягодным соусом. А на гарнир просто обычная гречка. Гречку показывать не буду. С мультиварки, со сливочным маслом. А ребрышки вот. Свинные, да. Ребрышки обжариваем минут по 10 на большом огне. И слаживаю вот в такую штуку. Из фольги сделанное гнездо и туда. А дальше все дело в соусе. То есть, обжаривается лучок. Туда добавлю мед, томаты, немножко ягод для сладости. Ну и плюс всякие специи. И всем этим соусом заливаю ребрышки в духовку где-то минут на 30-40. И все. Вкуснятина готова. И вот такой приблизительно соус к ассистенции. Здесь пару ягод земляники и жменька черешни. Но это уже на любителя. Ягоды можно не добавлять. Потому что, ну, у меня дети любят просто, когда мясо сочетается с чем-то сладким. Заливаем ребрышки в духовку. На первое блюдо всегда есть какой-то суп, борщ, зеленый борщ, солянка. Это очень банально. Но есть один суп, который очень достоин внимания. Ну, в нашей семье его очень любят. И это грибной суп-пюре. Он достаточно простой. Это то же самое, что просто грибно-куриный или курино-грибной суп. И есть два ингредиента, которые этот суп абсолютно меняют по вкусу. Это плавленый сырок, сливки. В горячий бульон закладываем картофель порезанный. Лучок мелкорезанный. И морковку натертую. Потому что все это потом мы будем толочь в пюре. Пока варятся наши овощи, мы разбираем мяско куриное. А также подсушиваем грибы. Именно подсушиваем, потому что это не жарить. Так как грибы выделяют очень много влаги при жарке, то на абсолютно сухую горячую сковородку высыпаю нарезанные шампиньоны. Раскладываю и не трогаю. Жду, когда они начнут как бы подсыхать. И помешаю раз или два. Если грибов много, то лучше делать двумя порциями, трюмя. Овощи наши разварились. Что не разварилось, я помогла толкушкой. Видите, вот они такие мелкие. И теперь закладываю грибы, подсушенные на сковородке. Курицу на кусочки рваную. Добавляем по вкусу лавровый лист, соль, перец. И теперь самые главные ингредиенты этого супа. Это плавленый сырок, вот с пачки, который, знаете, мажется. У меня янтарь. А следующим ингредиентом идут сливки. У меня 15%, просто квашено. Можно без сливок, можно добавить 2 пачки плавленого сыра. Но и мне, и детям, и мужу нравится, когда добавляешь сливки. Из-за сливок суп становится каким-то шелковым. Вот сама юшка, жидкость, становится шелковая такая. Вот, как шифоновая. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...